Всем салют, друзья! Это Красава и я пригнал в Таллин! 2020 год мы решили начать с лучшего тренера РПЛ этого сезона. Его команда много забивает, идет в зоне Лиги Чемпионов и показывает бомбический футбол, даже с миллиардными долгами. Вы спросите, ну и? И Валерий Карпин на канале Красава, погнали! Есть хоть один шанс, что Ростов не доиграет этот чемпионат? У Валерия Карпина есть 10 лямов евро на банковском счете. Тебя звал в свое время Вангал в Барселону. Я, в принципе, даже из Вига летел в Барселону. А как вы играли, если они в перерыве накуривались? Пили, курили, играли. А сейчас не пьют, не курят и не играют. 1-0! Федун, понимаешь, что его ебут? Он в курсе всего. Он в курсе всего, да? Абсолютно. Абсолютно в курсе всего. Канала Красава больше, я думаю, что не будет. Будет канал Корсава. Красава! Если кто не знает, Георгий живет не в самом Таллине, а 200 километров от него, город Нарва. Поэтому, пока я прыгаю в такси, пока я буду трястись около трех часов, чтобы до него добраться, подпишитесь на мой канал и обязательно нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новую серию. Красава! Здрасте! В Нарву! Ну, я в Нарву не смогу вас отвезти, у меня электрическая машина. Так. Препятствия, чтобы снять Карпина, продолжаются. Четыре раза он мне отказывал, теперь еще подсунул мне электрическую машину специально, чтобы я до него не доехал. Но! Красава! Никогда не сдается. Георгиевич, привет, красавица! Ну, брутал, брутал. А ты пристегиваешься? Да, конечно. Молодец. Вот, ребята, пристегивайтесь все, как Валерий Георгиевич. Естественно, в Астамуле в Эстонии. Нарва, 12 дней ты уже здесь. Сейчас идет отпуск. Георгиевич, честно признаюсь, на Мальдивы кэша не хватило? Или ты просто домой приезжаешь каждый год к маме и к родственникам? Новый год, естественно, дома все время с мамой. То есть каждый год? Сам Новый год, сам Новый год. Сам Новый год ты себя дома, да? В Мексику съездили, достаточно, где Мальдивы. Все прекрасно знают, что футболистам нельзя в отпуске. Ну, то есть расслаблять булки, там бухать, набирать лишний килограмм. А что тренеру нельзя? Тренеру можно все. Вообще пофиг, да? Конечно, поэтому и тренер. Слава Богу, хватит тоже сколько может. Я уже свое отрежимил. Георгиевич, ну ты в одном весе. У тебя 50 лет, ты не набираешь лишний килограмм. Как так получается? Режим, генетика, нервы с сигаретами и что происходит? Генетика. Я думаю, что прежесть, ну только генетика. Ем, ем все, пью все. Ну, в рамках разумного. Поэтому только генетика. Ну, мама такая же. И папа такой же был. Георгиевич, как ты больше зажигал в отпуске, когда тренером стал или когда игроком был? Когда игроком. Игроком, да? Самый топовый отпуск. Просто бомбический. С кем и где? Много было отпусков-то таких. Но это какие времена были? Испания или Спартак? Не, Испания, не, Испания, да. Ну, в России тогда отпусков-то особо не было. Отпускали там на две недели. Так, ну вот, центральная площадь. Блин, Георгиевич, в какой ты жопе живешь? Какая жопа-то? Ты, блин, ты фезрик, ребята. Центр Европы, может, это надел. Я не могу это вырезать. Это просто я думал, что я в Аносе вырос. Центр Европы. Ну, ты до Питера 190 километров. У тебя как-нибудь Зенит звали? Какой 190, смотри. А звали тебя в Зенит когда-нибудь? Ну, в школе, когда учился еще, да. И что, ты не пошел? Мама не отпустила. Смотри, красота какая-нибудь. Ребят, посмотрите, какая красота. Теперь я понимаю, почему Георгиевич такой суровый. Самый раздолбай, с которым ты играл в одной команде. Возвращаемся к отпуску. Раздолбай, самый раздолбай, но, наверное, Де Петро. Хави. А что он делал тогда? Он покурить мог. В смысле, марихуану курил, да? Ну, что-то курил там, да. В перерыве покурить. Да ладно, что в перерыве накурился? Серьезно? Про сенечки тоже курил. Ну, все говорят, в Бразильнике я не был раздевалки. Ну, говорят, что про сенечки там покурил. В раздевалки в перерыве. Как вы играли, если они в перерыве накуривались? Так еще и играл нормально. Ну, да. Это вообще так, на всякий случай, это игрок сборной еще. Обалдалили, курили, играли. А сейчас не пьют, не курят и не играют. Нам Слуцкий разрешал пить пивас на сборах и жен брать с собой на некоторые сборы. Скажи, пожалуйста, что разрешает Карпин своим игрокам? Ну, например, сейчас на первые сборы поедут жен. Пива разрешаю, в смысле разрешаю, каждый день нет. В выходной вечером то можно. Нормальные сборы, обыкновенные. Билли Лединов один раз привез в Спартаке плюс 5 кг. Про Виллит она, я вообще молчу. Я слышал, под десятки тысяч долларов наказывали за вес. Кто в Ростове будет самый толстый в этом отпуске? Я думаю, что никого не будет. Все рассказывают, басни там по поводу миллионов каких-то. Не было никогда таких там тысячных штрафов. Сейчас, например, сами себе назначают они штрафы. Что, серьезно? Да. Но за каждый 100 грамм как было? Нет, за каждый килограмм. А, килограмм. А сколько еще? А больше тысяч рублей, по-моему. Тысяча за кг? Да, конечно. Это фигня вообще. Да, вообще ни о чем. Но дело-то не в этом дело. Ни сколько платить. Когда никто не платит, а ты платишь, ну, как бы неприятно просто. У тебя есть понимание, почему наши в Еврокубках так обосрались и в весенней части не будет в Европе? Уровень чемпионата, нашего чемпионата, он низкий. Игр, где надо выкладываться на 200%, каждую неделю не происходит. Попадая в Европу, уровень сопротивления нагло выше. И скорости другие, все другое. Ну, если ты к этому не привык, то все время на счет той скорости ездить на машине. Пятую врубил скорость, и все, и машина развалилась. Кстати, насчет машины. Твоя мама рассказывала, что ты очень любишь быстро гонять. Любил. А, любил, да? Да, ну, а сейчас-то куда? Здесь в Эстонии вообще нельзя. Даже в Испании то, там, 120 установили. Так что все это раньше было. Можно. Максимальная скорость, которую ты набирал за рулем? 220. Это в Испании было, да. Хоть раз гришникам давал взятки, честно признайся? В Испании нет. А в Испании так узнавали. В России бывало, естественно, конечно. Ты в Таллине играл и тренировался у Бормана. Валерий Овчинников. Ходят легенды про его сборы. Расскажи коротко, чтобы все понимали, что такое сборы в союзные времена. У Валерия Викторовича Овчинникова 7.30 подъем. Зарядка. Причем это в Циркозоре, там, на уровне 3000 на уровне моря. Дышать невозможно. Ну, на зарядочке пробежаться, продышаться, там, там, 8-10 километров по снегу. Потом сразу не моюсь на завтрак. И после завтрака сразу на тренировку ей, там, 10 по 1000, 7 по 2000, там, 12 по 800. А мячи были вообще, нет? Цифры вот такие. Нет, на этом сборе не было. Потом вечерняя тренировка типа, типа с мячом. Ну, где снега больше, чем по колено. То есть, ты бегаешь, проваливаешь, то есть, нагрузка физическая, и там, тебе кидали мяч, ты его водил одним местом. Потому что, ну, снег, потому что ты провалился под снег, а мяч был сверху снега, естественно. И после ужина еще тренировка в бассейне. Есть у тебя одно упражнение Бормана, которое ты взял себе на вооружение? Нет, конечно. Как хорошо, что я не играл у Бормана. Играл ты громко, сказал ты. Так, ладно, давай рассказывай, куда мы пришли. Ну, вот заходи вот на это поле, вот здесь вот начинал. Вот там вот я жил, там вот мама жила. Вот это школа, в которую ходил. Ну, слушай, здесь неплохое поле еще. И вот такое поле. Ну, ну, в принципе, такое всегда было, ничего не изменилось. Мне только вот сетку повесили раньше, сеток не было. Тебе хватало пространства на Бровке здесь сколько там, 30 метров? Мне было здесь 8 лет, мне большое поле было, слишком много. Так что вот здесь вот и творили. А, блогер, вот блогер. А, ты блогер? А что, не знаете, кто это? Вот этот блогер. Красава! В ноябре ты рассказывал о том, что у Ростова большие финансовые проблемы, 3 месяца не платят. Не я рассказывал, во-первых. Это где-то вышло. Меня просто спросили, правда ли это или нет. Я сказал, что да, что это правда, все. 3 месяца были задолженности, потом погасили 2 месяца. Какая сейчас ситуация вообще в Ростове? Ну, такая же вот. То, что погасили задолженности те, которые были. Мы сейчас в шоколаде, можно сказать. Ну, по сравнению с тем, что было. То есть задолженность там 1 месяца, это вообще не считается. Это вообще нормально. Не думаешь, что там только у нас, у многих клубов, о которых никто не знает. Да и про нас никто ничего не знал, пока это не вылезло. Даже мне писали многие болельщики, что Савва, приедь, поснимай в Ростове жопу. Ну, команда заиграла. Говорили даже о банкротстве, о том, что команда снимется. Есть хоть один шанс, что Ростов не доиграет этот чемпионат? О банкротстве команды никто разговора, по-моему, даже, ну, не знаю. Я, во всяком случае, не говорил. Ничего такого не было. Другое дело то, что многие игроки могли бы уйти. Даже президент, ну, и, соответственно, и я. Если президент Павел Владимирович не останется, я тоже в Ростове уже бы не остался. Но сейчас, я думаю, что уже шансы такие минимальные. Я слышал, что ты ставил ультиматум губернатору. Приходил и говорил, что если в течение двух дней не решится вопрос с финансированием Ростова, то я ухожу. Ну, во-первых, ультиматумов, естественно, никто никому не ставил. Это раз. Встреча, да, была, состоялась, но она состоялась уже после того, как начали закрывать все долги. Так что, ну, бред сумасшедший, что я ставил какой-то ультиматум. Ну, и кто я такой, чтобы ставить ультиматум? Какие предложения у тебя были? Я знаю, что была астана. Были предложения, опять же, после того, как вышла информация, да, по поводу проблем. Звонили, выходили люди. Из России был хоть один курс? Нет, не было. Конкретики, во-первых, не было, это раз. Во-вторых, я говорил, что нет, я никуда не ухожу. Ну, не было предложения, вот приехал бы в нору. Здесь великолепно себя чувствовал, занимался бы он футболом, хоккеем и детьми. Шесть игроков могут покинуть Ростов, ну, или, по крайней мере, кто именно может уехать, если не будет лавы? Конкретно, я не знаю, я не занимаюсь трансферами и финансами не занимаюсь. Ну, как ты думаешь? Однозначно, я думаю, что спрос есть на Шумуродова, есть на Нормана, есть спрос на Иона. На Ионова, на Чистякова, на Хаджикадунича есть спрос, на Попов Еременко. Тоже есть предложение у них, другое дело, там понятно, что, потому что игроки возрастные, там, какие-то большие деньги за них получить, я думаю, что не получится. Ну, и желание, самое главное, такого нет. Есть хоть один игрок, который подходил, говорит, Георгиевич, не могу, денег нет, отпустите, продайте. Нет, такого не было, другое дело, что это бывает в любой команде, да, думаю, что, например, в Мадриде, в Баварии или в Манчестере, футболисты, которые играют меньше, понятно, что хотят играть. Подходили игроки, которые говорили, там, хотелось бы получать больше игровой практики, возможно, в другой команде. Такие не вопросы. Шома и Манчестер Юнайтед, это бредни агентов или действительно было предложение по нему из Манчестера? Первый раз слышу по поводу Манчестера Юнайтед, первый раз слышу. По поводу Нормана был какой-то интерес, опять же. Из Мью, да? В Европе там шорт-лист, там, 25 человек, ну, да, есть в этом шорт-листе кто-то, приезжают скауты, ну, посмотрели. Из шорт-листа дойти до предложения, это еще, может пройти, там, не знаю, еще три года. Кстати, возвращаясь к Шоме, кто круче Шома или Дзюба для тебя? Абсолютно разные игроки, с разными качествами, так скажем, и понятно, что возраст, возраст здесь, наверное, вырешает все. То есть было бы Дзюби так, как он сейчас играет, если бы это было в 23 года, это был бы абсолютно другой Дзюби. И сейчас Шома Родов, которому сейчас 23, по-моему, 24 еще стал, у которого есть еще куда расти, много есть над чем работать. Так что сравнивать, кто сильнее, и тот сильный, и этот сильный. Ты тренировал Спартак, сейчас ты тренируешь Ростов. Вот назови три пункта главных отличий от того времени этого. В Спартаке трудности какой-то, самая, наверное, самая большая трудность для любого, вот я не говорю про себя сейчас конкретно, для любого тренера, там, руководителя Спартаке, это давление. Второе место в Спартаке ты занял, провал. Хотя второе место для Спартака в те годы или сейчас там даже. Какой-то неплохой результат, так мягко говоря, неплохой, можно сказать, хороший результат. Два года два раза занимали второе место, но это были провальные, ну их называли, вернее, провальными сезонами. Давление, наверное, самое главное и ожидание там болельщиков, ожидание прессы. Самое сложное, наверное, было вот это. Ну и плюс игроки, приходящие там в Спартак, должны понимать, что это не одно дело играть в маленькой команде в какой-то и быть там в порядке. То есть это происходит во всем мире опять. И другое дело играть в Спартаке. Давление и ожидание от твоих выступлений, футболиста, абсолютно другие. То же самое происходит с тренером, с любым. Фейдун говорил, что ты сбитый летчик, но ты до сих пор в топе в России. Я знаю, что до Кононова тебя хотели назначить главным тренером Спартака. Ты реально мог возглавить Спартак или нет? Я же принимаю решение, во-первых, раз по поводу того, что там да, да, хотим или да, не хотим. Другое дело, что реально я в ней возглавил Спартак, что касается меня, это сто процентов. Почему? Потому что я ходил в Ростове. Я к тебе сегодня летел, когда я в аэропорту встретил Трабуки. Асхабадзе и Череповск, Гегемот Трабук, сейчас ЦОРН. Судя по тому, что младший Бакаев уходит в Рубин, видимо, там тоже будут вопросы. Вот ответь мне, ты как тренер и бывший генеральный директор Спартака. Фейдун понимаешь, что его ебут? Или он в курсе всего? Он в курсе всего. Он в курсе всего, да? Абсолютно. Абсолютно в курсе всего. Он подписывает все. Каждый бюджет на каждый год. Каждую сделку по игроку он лично сам визирует. Так что там, если кто-то думает, что он что-то не знает, он глубоко забуждается. Ты как человек, который в любом случае неравнодушен к Спартаку, я уверен. А как ты думаешь, там когда-нибудь будет порядок? Придется стабильность или будет вот так вот постоянно? Ну если Фейдун, так скажем, успокоится, найдет правильного, там, хорошего руководителя и ему, и ему реально отдаст бразды правления, даст такой-то бюджет. Но он его пускай даст, и пускай этим бюджетом распоряжается человек, которого он сам поставил. Тогда будет. Если это менять постоянно, то он не будет. Кстати, из Спартака пришел Еременко. Почему Ростов дает второй шанс ребятам, у которых, ну, скажем так, проблемы с репутацией? Почему именно Ростов? Не мы же одни только. Еременко бедный, несчастный, где-то там бегал, а мы его единственные, кто мы его позвали. Нет, у него были еще предложения. Но я реально много с ним разговаривал, реально с ним много общался, говорил, как я вижу, что я вижу. То же самое с Мамаевым. Он уже, в принципе, там практически был в «Динамо». Ну, встретились, поговорили. Как ты считаешь, после года в тюрьме реально заиграть в футбол или нет? Вернуться в футбол? Конечно, однозначно. Однозначно реально, да? Миллион процентов. И опять же, сейчас уже могу говорить не просто так, а я его видел тренирующимся с нами, понятно, не на 100%. Ну, как бы и не нужно было водить его на уровень до 100%. Мамаев не думал, что что-то там растерял за год. Ну, люди же теряют год-полтора из-за травмы. Как тренер находит слова? То есть, одно дело – травма, да, ты объясняешь, что, блядь, нужно преодолеть. А когда чувак в тюрьме отсидел, вот что ты как-то с ним разговариваешь? Чего он тебе рассказывает? Потому что Смол сказал, что мама ему рассказывала, что там реально страшно и как бы жутко. Ты никак обыкновенно разговариваешь, как с любым футболистом, с которого я хочу получить результат. И он, соответственно, хочет показать этот результат. Так что у нас проблем-то нет никаких. Валерий Карпин – один из самых ярких примеров России. Как можно перезагрузить свою тренерскую карьеру и вновь стать овертопом. Но чтобы вам не скучно было смотреть эту интеграцию, сейчас я приведу вам несколько европейских примеров тренерских камбэков. Пример номер один – Брэндон Роджерс. Вы все прекрасно помните, как его увольняли из Ливерпуля. Сейчас он тренирует Лестер. Ну и, наверное, не нужно объяснять, как играет в этом году команда. Лестер в полном паридосе, а Варди опять забивает больше всех. Пример номер два – Хулин Лапитеги. После двух изгнаний из мадридского Реала и сборной Испании этот тренер перешел в Севилю. И сейчас его команда идет на четвертом месте, показывая очень хороший футбол и имея все шансы на Лигу чемпионов в следующем году. Пример номер три – Виллаж. Люблю жаловаться на лимит Бош. Вначале этот тренер поехал в Китай. Ну, конечно же, за кэшем. Даже несмотря на то, что он уходил из петербургского зенита. В Китае этот португальский тренер пробыл всего один год. А летом 2019 года перезапустил свою карьеру и перешел в Марсель. Сейчас команда идет аж на втором месте, показывая просто бомбический футбол. И составляет конкуренцию самому жирному по деньгам французскому клубу – ПСЖ. В этом сезоне у меня тоже произошел перезапуск, но только не в тренерской, а в водительской карьере. Несколько лет я перемещался по Москве на метро. Ну, а любовь к вождению мне вернул вот этот красавец. Несколько месяцев мы всей семьей передвигаемся на Kia Stinger и реально кайфуем. У меня были разные машины, но Stinger по ощущениям привлекает к себе чуть ли не больше всего внимания. Несколько раз ко мне реально подходили люди на улицах и спрашивали – чувак, что это за тачка? Так, вот они, красавцы мои. Так, ребята, пристегиваемся. В Kia Stinger у каждого из членов моей семьи есть любимая функция. Например, Платон любит включать обогрев руля и обогрев сидений. Кстати, задние сидения тоже обогреваются, что очень удобно, когда у вас есть дети, а за окном реально минус. Платон же готов продемонстрировать? Давай. Давай, 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 давай. Так, молодец. Руль. Мамочки. Мамочки. Пристегивайся. Пристегивайся обратно. Любимая функция у Даши – это, конечно же, музыка. У нас есть классная магнитола Harman Kardon, у которой всегда бомбический звук и чистый басы. Мы всегда слушаем музло, когда едем в машине. Единственный вариант, когда мы не слушаем, это когда на заднем сиденье Софии, потому что мы ее можем разбудить. Но сейчас Софии нет и под музычку мы мощно прокатимся. Сейчас я вам расскажу про свои любимые опции. Ну, во-первых, это люк. Даже при не очень приятной погоде я открываю его вот так вот на проветривание. Опция номер два из моих топов. Это, конечно, регулировка и память сидений. Циферка номер один – это сидение подстроено под меня. Циферка номер два – это сидение подстроено под Даши. Платон, кто босс в семье? Папа. И это правильный ответ. Самая главная и нужная функция для меня – это подзарядка телефона. Потому что мне постоянно приходят смс-ки в рабочей группе красавы. Опа. Чтобы быть всегда на связи. Переходим по ссылке в описании, узнаем все про Kia Stinger, который просто обожает моя семья. Ну, а мы двигаемся дальше. Есть шанс, что Валерий Карпин когда-нибудь вернется сюда, в Нарву, и будет здесь делать что-то во благо местного футбола. Шанс, что я вернусь в Нарву, он там стопроцентный. То есть, ты по-любому сюда вернешься? Я по-любому вернусь в Нарву. Через сколько, никто не знает, даже я не знаю. В тот момент, когда я захочу на пенсию, прям конкретно на пенсию, ничего не делать, вот я приеду сюда. То есть, не в Испанию никуда, а вот в этот вот классный уголок, куда я доехал. Кстати, кто-нибудь приезжал тебя поснимать сюда вообще, хоть один человек? Нет, в последнее время нет. То есть, когда играл, да, приезжали. А, ленивый. Никто не хочет трястись в машине. Георгиевич, давай вернемся к Дзюбе, не могу не спросить про него, потому что он часто говорит, что его в Спартаке душили, что его там в Спартаке, условно говоря, недооценивали. Объясни коротко, раз и навсегда, почему Карпин душил Дзюбу и душил ли? Вот, вот, нет, вот, последний вопрос хороший, душил ли? Ну, он же говорит об этом. Ну, естественно, любой игрок, который не играет, говорит, что его душит. Ну, он как-то объяснял, я не знаю, там, он мне ничего не объяснял. Я ему все объяснял, почему он не играет. Когда у тебя есть в составе, сейчас на скидке, не помню, какие, как, там, каждый год было, было по-разному. Когда у тебя есть велики, когда у тебя есть муфсисярка, когда у тебя есть именики. Когда есть Дзюба, Дзюба, которому надо играть, для того, чтобы развиваться, и он хочет играть, с удовольствием его отпускали в аренду, для того, чтобы он не сидел, а развивался. Благодаря этому он развился. А в Томск он ездил, еще куда-то ездил, не помню. В Гостоком, да. Не помню даже куда. Вот и все. Поэтому конкуренцию выигрывал, да, условный, условный именики, либо условный Веллингтон, либо условный муфсисян, и Дзюба не играл в тот момент. Но, опять же, его никто не гнобил, но гнобили бы, если бы его никуда не отпускали, отправляли в какой-нибудь, там, не знаю, в дубль Спартака. Поэтому, говорит, душили ли, вот-вот сам его на отпуск. Никто никого не душил. Просто были требования к игроку, также то же самое, как простой. Сейчас можно сказать, сейчас Бьерн Сигурдарсон, потому что начал играть в шум уродов, мог сказать, меня душит. Потому что играет другой футболист, это Душилова или это конкуренция. Какие отношения у вас с Дзюбой? Никаких. Ну, как бы, какие отношения? Никаких. Я просто слышал историю в 2017 году, когда вы чуть не подрались в отеле. Это правда или нет? Нет, нет. Ты смеешься, смеешься. Сизарь. Пишут, говорят, много чего пишут, много чего говорит, ну, бред сумасшедший. Я присутствовал на собрании, когда ты был руководителем комментаторов на Матч ТВ. Нам на Матч ТВ запрещали ругать «Зенит». Ну, то есть запрещали, ну, прям, прям откровенно критиковать футбольный клуб «Зенит». И ты объяснял, что, ребята, ну, что вы хотите, как бы, это «Газпром-медиа». Кто платит, тот, как бы, по большому счету, как бы, выставляет условия. Вот скажи мне, в Испании так же? Фальпом-медиа, я не знаю, там нет государственных компаний, которые финансируют клубы. Законом запрещено государственным компаниям поддерживать, даже не то, что содержать, а просто поддерживать футбольные клубы. Мэрии могут давать в аренду, допустим, какие-то объекты, например, там, базу или стадион. Но это максимум, что могут государственные, так скажем, учреждения. Когда ты приходил в Ростов, тебе обещали базу, тебе обещали стадион, что перейдет он с 1 января в управление клубом. Этого всего не происходит, и, насколько я знаю, база будет только в 2022 году, насколько я понимаю. Сейчас у вас там проект только разрабатывается. Ну да. Почему такое происходит? Почему в Ростове такое отношение именно властей и областных людей, которые рулят бюджетом, к команде? Мы уже, наверное, все готовы, все привыкли к тому, что когда говорится про строительство чего-то, и какая-то дата дается, она не выполняется. Это, в принципе, там уже практически нормальное явление. Да, это плохо, но это так. Если, дай бог, в 2022 году будет база у футбольного клуба Ростов, пускай будет хотя бы в 2022 году. Почему это не выполняется? В политике все сложно. Опять же, там всякие подковерные игры, там кто-то борется за власть. Кому-то нравится, что Ростов там высоко находится, кому-то не нравится. По поводу не нравится Арташес. У него очень сложное отношение с Гуськовым, вице-губером, который был в Ростове, сейчас перешел в СКА. Возможно ли такой вариант, что сейчас будет больше поддержки СКА и будут топить Ростов, чтобы он улетел и можно сказать, что нахрен умер? Без понятия. Вопрос не ко мне. Гуськова я видел пару раз в своей жизни. Больше сказать ничего не могу про Гуськова конкретно. Он был куратором футбольного клуба Ростов когда-то. Но ты об этом слышал? Слышал, да. Но эта информация же везде есть. Я слышал, что дали грант Минспорта Ростовской области футбольному клубу Ростов. 380 миллионов, из них только 120 доехало до клуба. Это правда или нет? Я тренер, я не занимаюсь. Я не знаю, сколько дошло, сколько не дошло. Выделили грант. Ну, ты говоришь, выделили грант 308. Даже я этого не знаю. Что бы там ни происходило, это не может меня или кого-то еще отвлекать от того, чем мы занимаемся. От нашей игры, от наших результатов. И никто не прикрывается, что если мы кому-то проиграли, то потому что нам не заплатили зарплату. Нам также не платили зарплату полтора года назад или год назад. Мы также выиграли. Или в начале сезона также были задержки. Мы также выиграли. Поэтому все это, что всплыло по поводу экономической составляющей футбольного клуба Ростов, это вышло не от нас. Георгиевич, о чем ты мечтаешь как тренер? Где ты себя видишь? В Ростове. Только Ростов? Не сборная, не Спартак, возвращение. Не Европа. Ростов, 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 Ростов. Я себя вижу, да, в Ростове. В Ростове вижу себя надолго, если не выгонят. Как будет дальше, никто не знает. Сегодня все хорошо, дифирамбы все поют, команда молодцы, все молодцы. Завтра две игры проиграли, все плохие. Естественно, хочется, понятно, что любому тренеру хочется достичь каких-то спортивных результатов, хороших. Суровый какой. Пацаны, вот честно скажите, в Марве суровая жизнь, нет? Очень тяжелая жизнь. Да? Да. Учителя душат. Это крепость на стороне Эстонии, это уже Россия, да? Да. Петр Первый против шведов и здесь воевал. Георгиевич, насколько я знаю, твоя мама работала на фабрике 40 лет. Да. Я слышал историю, что она просила подруг из Москвы привозить Бирки, Гуччи, Версачи и пришивала к обычной одежде. Это правда? Да нет, конечно. Когда это было, скажи мне. Когда это могло быть? Ну, в 90-е годы, наверное. В 90-е годы я играл в «Спартаке». А, то есть все уже было нормально. Конечно. Какие Бирки? Самое яркое воспоминание с детства. Любое участие, в любом турнире, кожаный мяч мы ездили. От Эстонии ездили, в Ереван ездили, куда-то еще мы ездили. Главное наказание для меня, там, тройку приносила школа. Не пускали на тренировку, например. Это правда, что в Ереване на кожаный мяч ты настолько был в паридосе, что тебе команды соперника отдавали персики, и ты потом раздавал своим партнерам? Было, было, да. Но я еще самый маленький был. Самый маленький по росту, я имею в виду. Тем более, ты же знаешь, там, в те годы, мне, по-моему, лет 12-11. Первую игру, как сейчас помню, играли против сборной Грузии. Ну, они уже, там, на машинах, с женами, с детьми. Нам по 12 лет, они, там, водила с бородой, там, уже такие, там, все нормально. 7-1 мы проиграли, это вот детство, наверное, все яркое было. Я знаю, что ты играл в хоккей. Как ты в 12 лет оказался в сборной Эстонии по хоккею? Ничего здесь такого сверхъестественного нет. В советское время мы летом играли в футбол, все, не только я. Кожаный мяч, я тоже играл в хоккей. А зимой играли в хоккей «Золотая шайба». Но ты все, на сборной доигрался. Летом я играл в сборной по футболу, а зимой вызывали сборную по хоккей. Вот и все. Надо было выбирать либо футбол, либо хоккей. Выбрал футбол. Почему-то, сами-сами знаете, почему. Хотя здесь у нас, в Нарвии, как раз была команда мастеров. Во второй лиге она играла в Советского Союза. Кем бы стал Валерий Карпин, если бы не заиграл в футбол? Хоккеисты. Хоккеисты. У нас суперэксклюзив. Когда ты в последний раз выходил на лед, на коньках с клюшкой? Лед 30 назад, наверное. Что, реально 30 лет не катался? Ну, не катался, 25. Как думаешь, ножки помнят? Сейчас посмотрим. Фору забыл, как надевать. Давай, давай, нормально, нормально. На сегодняшнем дне наш блог закончится. И Георгиевич злится, что я вообще его вписал в эту историю. Георгиевич, на какую позицию играл вообще? Падаю еще раз. Много забивал? Ну, что-то забивал. Что-то как я? Нефига, как-то невозможно. Бабушку мою больше забивала, чем ты. Так, все, выключаем. Я готов, по крайней мере, вроде бы как. Георгиевич мучается. Смотри на него, какие доспехи здесь висят. Я тебе предлагаю сделать как? Челлендж. Бьем серию из 20 шайб. Кто больше забьет? Давай. Подожди ты, я даю, дайте. Одесса ко мне делается. Выходим на лед, делаем серию по 20 ударов. А наказание ты придумываешь. Хорошо? А что, контракт подпишите сами, если мы в паридосе? Ну, сейчас тренер послал. Жене, я занят. Так, если вот так, а что скажу? Или вот так? Нет, вот так, вот так. Видимо, вот так. Вообще, хоккей смотришь? Если честно, нет. Футбола у меня достаточно. Подожди. Нет, не убивай меня. Как раз мы скинем немножко. Так. Вот это я правильно занял? Да. Так. Георгиевич, ну что ты, как? Сейчас посмотрим. Как дела? Пацаны, только меня сильно не бейте. Ладно, Карпина можно. Есть кто-то в ЦСКА «Зенит» болеет, нет? Есть, да? Все, брат, бей его. Рызским закроет мой канал, если тебя сейчас только... 500%. 100%? 500%. Кстати, был бы в молодежке, то Тарасов бы его поздравлял. С победой. Да? Да. Да. Вообще порядок. Ты сейчас в первый раз не упаду, то нормально. «Зенит таблицаorman», если ты чувствуешь – что этоハハ образ name? И «Зенит таблица» rocks où я просил его в «Олзар», если ты заправил его видов». Ты вспомнил? Не, ножки помнят? Нет, нет. Нифига, да? Вообще никак? Мы сейчас с Георгиевичем будем бить серию по 20 шайб. Кто больше забьет, тот и выиграл. Давай тестовую серию попробуй. Давай, попробуй. Ребят, походу победа моя будет. Мы бьем по 15 шайб, потому что всего 15 шайб по очереди. Кто больше забивает, тот выиграл. Футболист играет на жопу. Я предлагаю проигравший играет кистевым, встает раком и кистевой бросок в жопу. Тебе, я тебе буду делать кистевой бросок. Ну, если ты выиграй. Да. Все, ребятки, молимся, болеем за меня, чтобы я по жопе не получил. Тогда я согласен. 1-0! 2-0 веду. Это лучше, чем ничего. Шансики есть. Представляете, с шайбой по жопе. Валерию Карпину, а? Давай, кипер, я верю в тебя. Хорош, тащи, тащи, кипер, тащи. Да, ё-моё. Из двух один забил. Братан, давай, я в тебя верю, давай. Блин, из трех два. Короче, тают, тают шансики мои. Бро, тащи! Хорош, 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 хорош. Да ё-моё, блин, проиграл я, короче. Да, по жопе шайбой мне еще не били. Чё, он лучше меня, что бьет? Лучше, да. Не, ну кистевой, конечно, чувствуется сборная Эстония, а так дрова, как и я примерно. Правда, я 4 не забил, как он. Блин, в девятку как дам. Давай, смотри, счет 5-2. Три шайбы ты мне аккуратненько. Кистевым в жопу. Давай. Давай. Только кистевым, блядь, я тебя умоляю. Сильней сильней. Ааа, в икру попал. Ух ты, блядь. Ну чё, попал один, да? Фу, слушайте, ну страшно, если честно. Задница-то не прикрыта. Тихо, шер. Короче, ребят, смертельный номер, мы выходим в игровое упражнение. Ух ты, блядь, блядь, блядь. Сверлить, ребят, смертельный номер. У нас выпустили с Георгиевича, мы выиграли 1-0. Я чудом забил шайбу. Георгиевич, ну как вы думаете, на одно пиво наиграли, нет? Я на два точно. На два, да? Я не знаю, я на два пива минимум. Раз, два, три! Раз, два! Я уже давно не ездил на шашлыки. А после рождения Софии мы стараемся чаще есть дома. Тем более, теперь у нас на кухне есть супер девайс, который творит чудеса. Вот он, гриль стейкмастер Redmond, который отвечает за большинство наших обедов и ужинов. Сейчас покажу вам небольшой мастер-класс и приготовлю стейки на всю свою семью. Погнали! Сейчас мы будем готовить стейки Рибай толщиной около 3 сантиметров. И, кстати, наш гриль стейкмастер Redmond разогрелся и готов к тому, чтобы приготовить обед для всей моей семьи. Берем стейк. Поперчили все как надо. Второй пошел. Пошла, пошла, пошла прожарочка! Была прожарка Rare, сейчас уже прожарка Medium. Все, прожарка Medium готова, так что можно выключать. Ну что, друзья, вот так вот быстро и качественно я приготовил обед для своей семьи. Стейки Рибай, Medium, ну, я уверен, что им понравится. Овощи гриль приготовить мне помогает моя семья. Перед тем, как начать готовить, мы заходим в приложение «Готовим с Redmond». От себя. Выбираем категорию. Здесь есть бургеры, вторые блюда, выпечка, выпечка для гриля, гриль, запеченные блюда, колбаски, мясо, овощи и фрукты, основные блюда, попкорн даже есть. Кстати, для самых модных, кто хочет скачать приложение, отключаешь камеру, наводишь, опа, открыть. Готовим с Redmond. Сейчас мы выберем категорию «Овощи гриль». Есть рецепт, есть, кстати, даже калории. Приготовим, ну и обязательно, конечно, все это съедим. Вы проголодались? Да. Что, включаем? Да. Овощи. Вот они. Открываем, Мова. Открываем на 180. Если на вашей кухне еще нет вот такой вот классной штуки, то сейчас я перечислю несколько причин, почему она должна появиться. Гриль стейкмастер Redmond можно использовать в разных форматах. Как гриль, причем есть 7 программ. Мясо, рыба, птица, бекон, сосиски, бургеры и разогрев. Как барбекю-жаровню. В этом случае устройство раскрывается на 180 градусов и рабочей поверхности становится в 2 раза больше. Как духовку. В комплекте с гриль стейкмастер идет противень, который можно укладывать фольгой и готовить пироги и кучу-кучу-кучу всего вкусного. Гриль стейкмастер съемные панели, и это очень удобно, ведь их можно быстро вымыть. Он сам задает параметры и время приготовления блюда. Исходя из программы и толщины продукта, поэтому у вас никогда ничего не пригорит. Переходим по ссылке в описании и заказываем умный и универсальный гриль стейкмастер Redmond. А по промокоду, как вам он платон? Касава. Это можно сделать с 25% скидкой. Всем приятного аппетита, ну а мы двигаемся дальше. Это правда, что тебя в хоккей привел папа, который тоже играл и в футбол, и в хоккей, да? Да, да, и в хоккей, и в футбол, да, папа тоже, он играл, опять же, он играл за сборную Эстонии и по футболу, и по хоккей. И он чемпион Эстонии и по футболу, и по хоккей, насколько я знаю. И по хоккей, да. А какие у тебя отношения были с отцом? Потому что я слышал, что за несколько лет до пенсии он чуть ли не собирал бутылки, чтобы выживать. Родители развились, когда мне было 11 лет, ну да, бухал, ты любишь говорить, бухал, да, он, понятно, что не выдержал в какой-то момент. Ну и все, все развились, и папа жил как раз вот на той стороне, в Ивангороде, вот добухался до того, что, да, там, с работы выгнали. Поначалу пытался, когда уже в Испании играл, деньгами где-то что-то помогать, но деньги эти как раз уходили только на бухло и уходили, так, поэтому смысла, смысла не было никакого. Потом там мама пыталась продуктами хотя бы, в голову там не умер, ну и это все в никуда, поэтому там что-то было потом уже, я уже забил на все это дело, ну что делать. Я помню, что ты, если не ошибаюсь, заработал первые деньги в техникуме, когда поехал копать картошку на три недели. Да, был, да. А маме купил часы, бабушке колготки, а себе что-нибудь купил с тех денег? Не помню, честно, вот честно не помню, но правда, да, был дел такой, да, вывезли нас на картошку. Копать картошку, и там четких денег заработали, таких нормальных, типа, по тем временам, там 40 рублей, там четверть зарплаты месячной мамы, ей там за 10 дней, то есть бабки реальные. Да, это хорошие деньги, да. Что ты купил маме и себе на первые большие футбольные деньги? Наверное, уже в Спартаке, я думаю, да? Ммм, да нет, я получал больше в Воронеже, чем в Спартаке. Да, ты что, сегодня? Да, да. То есть, это, судя по всему, сейчас проблема факела, это с тебя они еще начали. Они на них закончились, по-моему. Все деньги Карпину отдали сейчас, заголовок, бам. Ну, реально, на первые бабки что купил? Родителям отдавал, там, естественно, большую часть, чем мне надо было, там, 18-19 лет. Ну, было хоть раз вот так, что ты вот психанул? Я не психанул, я реально копил, то есть, да, зарабатывал я, там, больше на Спартаке, именно зарплата была 160 рублей, по-моему, а в Воронеже 300. Ну, чего, всего два раза? Да. Ну, в Спартаке, понятно, были выезды за границу, там, естественно, были тогда, как они называли, суточные, которые платили, там, понятно, что это было в долларах, там, либо в марках немецких, либо еще в чем-то, вот, ну, на этом, конечно, за счет этого и жили, в принципе. Из-за того, что играли в Еврокопах, из-за того, что были турниры, там, зимние заграницы проводили. В шахматы играл здесь хоть раз? В шахматы нет, здесь нигде не играл. И вот в Воронеже, я помню, да, опять же, копил на кожаную куртку. Купил? Купил себе кожаную куртку, да, в конце сезона поехал в Таллинг, купил себе кожаную куртку, был крутой вообще. Георгиевич, ну, откуда у тебя вот этот вот стиль? Это мама тебе прививала, потому что она работала на фабрике? Нет, мама прививала, опять же, возможностей не было никакой, тут мама работала на фабрике, да. Денег не было там, мама что-то там шила, за то, чтобы был опрятен, а не моден. Георгиевич, у меня есть к тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Я предлагаю поехать к маме, найти вещь твою какую-нибудь, я не знаю, она существует или нет, которую ты носил тогда. Ты готов выскочить первый тур в весенний чемпионат? Ну, холодно будет. Ну, готов. Ну, в принципе, да, в принципе, да не вопрос, все, какие проблемы. Кстати, что за история была, когда ты из Сталина гонял на поезде домой сюда, в Нарву, и все время покупал цветы для мамы и для бабушки, один раз забыл их в вагоне. Да, было дело. И ты догонял вагон? Да, запрыгнул обратно за цветами, да, и выпрыгнул. Только-только начал отходить и, ну, успел. Вот так вот, молодые футболисты, учитесь, учитесь у Карпина. Здрасте. Какие цветы мама любит? Какие привозил раньше? Ну, роза отличная. Какие? Белые, красные? Да, делайте беленькие. Георгиевич, скажи, часто-часто узнают тебе, нет? Ну, в Нарве, да? В Эстонии? Нет, не часто. Вообще не часто? Ну, узнают, но не часто. Опять, что такое часто? Кого-то три раза узнали, уже часто. Ну, подожди, в Ростове тебя часто узнают? В Ростове часто. Я слышал, ты говорил, что тебя в Ростове бесит, что люди паркуются, где хотят, и слушают музло с открытыми окнами. В Нарве есть какая-то особенность у водителей? Все. Всех пропускают, и друг друга, и пешеходов, и… Европа чистая. Кисти, короче, никуда не спеша. Чистая Европа, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте, мама. Здрасте. Здрасте. О, извините. Женя, здрасте. Ты скажи честно, ты слышал про мой заряд тапок когда-нибудь? Что-то слышал где-то в интернете. Давай тебе что-нибудь зарядим. Хочешь? Я забивать уже не… Забивать не забивайте, а раз человеку дачу… На сына? На сына, если только. Тебе на внуков… Давай, давай, на сына, меняемся. Давай, подожди, я в твоих. В тапках надо будет делать. Ну, это в твоих. Или что, я не понял? Подожди, нет, давай, ну, будешь ты в них носить, понял? Короче, побозри вам в будущем, сын, да? Да. Все, отлично. Георгиевич, подними, подбег. Отлично. Кайф, на такую мы еще тапки не заряжали, а? Георгиевич, только смотри, давай сделаем сразу ремарку, да? Сейчас же Даша беременна уже, да? В этом процессе я уже… Не участвовал. Не участвовал, да, не участвовал. Да и в следующем не буду участвовать. И в следующем не буду участвовать, но тапки действуют на следующего ребенка, да? Ну да, естественно, на это уже никак не повлияет. Понятно. То есть следующего вы еще одного планируете и мы заряжаем на пацана, правильно? Да. Все, это важное уточнение, потому что сейчас люди будут, ааа, вот они будут ждать там через ИСК. Нет, нет, нет. Это же на следующего. Да, да, да. Но я до этого не успел. Светлана Анатольевна, нужна вещь, которую Валерий Георгиевич носил в детстве. Не в детстве, в детстве. Ну в юности, ладно. Не-не, в юности, в юности, в юности, в юности. У нас футболки какие-то, наверное, есть. Ну, где-то порыться. Так. Георгиевич, прикинь-ка. Она и маленькая, ты что? А с кем вы играете первый тур? Подожди. Да подожди, ну тихо, ну она красивая. С кем играете? С Ахматом, по-моему. В Грозном? В Грозном, по-моему, да. Это максимальное попадание в 10 баллов. На выезде-то я всегда в клубной. Домашняя игра в боксе. В ней или поищем? Да никакой в ней, это идигорь, но он в клубах в ней. А то, что прикольно. Мне тоже понравилось. Ахмана. Знаешь, ну, в принципе, конечно, я и все равно по-любому. Пальто, которое было у тебя, драпываю, я потом куртку из него шила. Да нет, тем более я в ней не ходил. Сейчас найдем футболки. Как ты не ходил? В куртке. В этой-то? Да нет. В драпу, это уже обрезали. Как это ты не ходил? А, ходил, да? Конечно. Я еще помню, что, блин, мамочка. Курток, курток этих. Я только больше помню. Да? Сколько у тебя было вещей, Георгиевич, а? Мне лет тоже сколько. А было хоть раз так, что вы смотрели на Валерия Георгиевича и думали, Валера, ну как ты мог это надеть, а? Нет. Нет? Нормально? Ага. Он очень был нормально. То есть был и есть? Ну да. То есть был. Ну и свинились. Упросил бы. Сейчас мы гардероб Карпина. Это все вот. А, вы говорите, нет. А, это игровые. Оооо. Чете, а вы говорите, ничего нету. Ну в пакет у меня отдельно будет. Оооо. Я только не знаю, против кого мы играли. Да ты чего, Спартак десяточка. Ты представляешь, сколько болельщиков красно-белых. А это что за год вообще? Вообще не помню. А вот, вот она. Вот она. Так, подожди, вот это футболка, давай переходим к делу. Это не футболка, это рубашка. А, это рубашка? Да. Льняная, да? Белый, я бы не видел такой. Ну это, по-моему, когда ты пиджак покупал в Риге. В Воронеже играл. В Воронеже играл какие-то деньги. А, ну 89-х год, знаешь. 30 лет назад. 30 лет назад. Нет, подожди, Георгий, что-то реально, ты готов? Вот только в нее влезешь? Она лезет? Не знаю. Что он такой шип-зип? Сейчас. Все нормально. Что вообще в порядке? Еще желтая, кстати, ростовская. Да, вот. О, точно. Готов реально, Георгиевич? Домашняя игра. Более-менее, да, тем более желтая, конечно. Ну и сверху чего-то, да. Второй тур получается, да, Весенье, то есть после Грозного? Ну да. Инстаграм мамы, да? Да, инстаграм мамы. Ну что, она шлет поцелуйщики нашим футболистам? Моим футболистам шлет поцелуйщики. Ты серьезно, да? А кому? Хаджикадуничаю. Ну, на посте Хаджикадунича. Ростов выставил, мама шлет поцелуйщики с сердечками. Вроде старенькая, старенькая, туда же все. Девушка, повнимательнее давай. Зовсем следит сын, ты тут смотри, Георгиевич. До восьмого класса Валера хорошо учился в школе, был отличником. И также он был, ну, хорош на футбольном поле. Папа рассказывал, что 8-9 мячей мог за матч за народ забить. Какие недостатки были у ребенка Карпина? Мне, может быть, даже неприлично так говорить, но у него недостатков не было. Он говорил, что у него было плохое поведение в школе. Он просто озарник был. Я слышал, что две девчонки в школе подрались из-за Валеры Карпина. И вас вызывали в школе, что это была за история? Ну, меня-то, вот мне было непонятно, меня-то вы что вызываете? Я что сделаю, если девки, извините меня, не поделили парня. Вы 40 лет работали на фабрике, три смены. Я слышал историю про какие-то легендарные штаны, которые вы шили Валере. Вельветовый. Вельветовый, Вельветовый. Это вы ему привили вот это вот чувство вкуса? Что-то найдем где-то. Ну, надо было. Ничего ж, в магазинах-то особенно не купить такое вот более-менее приличное. Это ж надо было все достать. А была любимая вещь у Карпина? У него все были. Что бы он надевал, ему все нравилось. А, я же еще шила ему белые штаны, когда они поехали на кожаный мяч. Ну, Шанбе проходил так. У нас журнал «Силуэт» эстонский, журнал «Мод». Там были очень хорошие выкрытия. А он не стеснялся и хотел… Когда ваш сын заиграл в Ла Лиге, представьте, в Испании, да? Когда он забивал Реалы в Барселоне. Вы вообще представляли в полной мере, куда и на каком уровне играет ваш ребенок? Да, он это все любил. Но мы даже не предполагали, что это его профессия будет. Когда он закончил уже восемь классов, он так… Мам, я дальше не пойду учиться. Не буду десять классов кончать. Это, говорит, отличник, да? На тот момент отличник, да? Куда бы он в техникум я пойду? Какая профессия вообще? Денег сколько платит? И он сказал, что нет, пойду в спорт, да? В спортивной карьере у нас разговора даже не было. Он играл и играл, да, все, все хорошо. Ну, у нас ставка была на это. Он говорит, техникум закончу, пойду по мастерам на Кренгольм, где я работала. Они хорошо зарабатывали, он говорит, деньги надо зарабатывать. Вот он и после восьмого класса он поступил в техникум. В техникуме год он отучился, он получал повышенную стипендию, он маме подарки дарил, он маме стипендию все отдавал. Самый памятный подарок, который вам Валера подарил? Самый памятный всегда, он всегда с цветами. А почему вы, кстати, не отпустили его в Зенит? Не, ну в школу, интернат. Ему, сколько ему, 12 где-то лет было. То есть за вашим сыном реально приезжал Зенит? Да, да. Я даже его лицо помню, высокий такой. Рыжий-рыжий, я рыжий, а он еще рыжее меня. Три раза он приезжал. И вы не отпустили его? Да. Как я? Отправлю в интернат ребенка, в 12 лет. Так еще раньше называлось, да, интернат. Я бы тоже в интернате просто учился, да, так. Потом как-то, ну, и звучит или, ну, не знаю. Для меня было прямо, для меня даже сейчас мурашки. Это во-первых, а во-вторых, да. Он приезжал, он там все расписывал, как и все. И он добил меня тем, что он сказал. Там, вы представляете, там на полтинг шоколадки дают, это дают. А меня так заело. Я говорю, я очень прилично зарабатываю. Угу. И шоколадом, правда, он его не ест, не обделен. Мы живем в достатке, и я могу себе позволить купить ребенку шоколадки, сколько он захочет. А потом, когда вот тех, уже из техникума стали, нас стали, приехали. А в чинек? Я говорю, что, ну, он учится в техникуме. Мы переведем его, сделаем переводом. Там, правда, другая специальность строительная. И будет тренироваться, и будет учиться. Но тут я как-то вроде согласилась с условием, что он будет учиться. Ему дали общежитие, все, я ездила туда. Скарп весь туда свезла, сковородку, плитку. Сейчас мы покажем, почему Валерий Георгиевич решил провести старость в Эстонии. Потому что в пятидесяти метрах от его прекрасного дома находится море. Кстати, идем под классными зонтами. Особенно я. Георгиевичу я предлагал взять вот эту нарядную. Ты все-таки решил признаться все-таки, да? Душит, душит меня. Душит, душит. Смотри, море, пляж. Смотри, красота. О, смотри, крупно видит. Ну что, еще ровут, а узле есть, да. Пойдем подадим зонту. Опа, ребята, вот так вот. Чуть-чуть поднадавил на него, и он перемещается ко мне под прекрасный зонт. У тебя же дом в Испании тоже в море, правильно? Да, есть такое дело. Почему не в Испании, а здесь, там же погода лучше? Здесь все, здесь родители, мама, тети, дяди, дети, тесть, теща, ну как бы все родственники в основном ездят. А с тем домом что будет, ты его будешь продавать? Если все же точно решим, что все мы здесь обоснулись, ну скорее всего да, наверное. Сколько он стоит? Полтора-два, наверное. Полтора-два ляма евро, да? Ну да, где-то так. Расскажи историю про свой бизнес в Испании, потому что я очень много слышал, было очень много шума, там чего-то суды, банкротство. Чем там все закончилось и сколько ты потерял лавы? Да, потерял немного, тысячи стол может быть, да. Там сейчас распродаем активы те, которые были, там даже никаких судов, ничего там такого сверхъестественного не было. Там была строительная компания. В кризис 2008-2007-2008 года, естественно там все, особенно в Испании, не очень там хорошая была ситуация. Но в конце концов все, слава богу, закончилось удачно, так что с небольшими, так скажем, потерями. То есть всего 100 тысяч евро как бы ты потерял, да? Да, где-то так. У Валерия Карпина на данный момент есть 10 лямов евро на банковском счете? На банковском счете на этот момент нет. А когда закончится контракт с Ростовом, ты на 5 лет подписал его, да? Ну да. С зарплатой в лям в евро? Поменьше. Поменьше? Да, поменьше, конечно. Хорошо, когда закончится контракт? Откуда такие деньги в Ростове, скажи? Ну я не знаю. Через 5 лет, когда закончится контракт с Ростовом, у тебя будет десятка на счете? Ну если жена не истратит все, то может быть да. Я знаю, что в свое время ты очень хотел, чтобы Салах перешел в Спартак, были переговоры и он отказался. Не хватило желания футболиста, до обсуждения каких-то конкретных цифр не дошло, потому что он не хотел просто ехать в Россию. Думал о карьере в Европе, то что он и сделал в принципе. Топ-3 игрока, которые не приехали к тебе в Спартак? Ну допустим тот же Салах окей, но опять же тогда Салах еще не был тем, кем он стал сейчас. Ну я думаю, что вот Астори, защитник из Италии, который отказался в последний момент, уже съездил на медобследование и потом почему-то решил не ехать в Россию. А самый топовый футболист, который не перешел в Ростов? К сожалению, пока возможности не те, чтобы говорить про то, что мы не взяли какого-то топа, русского или не русского. Какой футболист тебе отказал в последний раз? Он сказал мне, ну да, Георгиевич, извини, но мне надо бежать. Дела, пойми, дела, дела. Я просто с такими не общаюсь. Когда я собирался к тебе, я сказал, что по моему мнению ты лучший тренер сезона на данный момент. Ты сказал, я не лучший тренер сезона, я лучший тренер вообще. Я понимаю, что это шутка, все это понятно. Есть ли тренер в российской премьер-лиге, которым ты реально респектуешь или который тебя удивил? Тот же Гончаренко, тот же Федотов, который сейчас перешел в Сочи. Ну, Курбан для Киев всегда, когда был, сейчас он не тренирует, вызывает уважение. Серега Семак, естественно. Кто лучший тренер сейчас в России, твое мнение? Я думаю, что Семак, наверное. Семак, да? Пеп или Клоп и почему? Если мы будем говорить про Гвардиолу, то все скажут, вот у него такие, такие, такие футболисты. Так. И лучше футбол он показывал, когда был Месси, Чави, Инесто, Пике, все вот эти люди. У Клопа, футболисты, я не скажу, что они не знаменитые или не известные, но не такие, так скажем, раскрученные. Они все раскручиваются уже при нем. То есть, грубо говоря, там Фермина, Салах, Мане, которые приходили под Клоп, они еще не были теми суперзвездами, которыми являются сейчас. И он дал результат, да? Да. Ну, я думаю, что да. И футбол Клопа, он более эмоциональный что ли. Я знаю, что ты на сборах пересекался с Ливерпулем, ты видел тренировочный процесс Клопа. Что тебя удивило и что ты запомнил больше всего? Видели там отдельные моменты тренировок. Между играми чемпионата, то есть небольшой промежуток, буквально на 3 дня они прилетели в Марвели и улетели потом сразу на игру. Прежде всего, наверное, обстановка на тренировке в гостинице. А что там? Релакс? Релакс полный, расслабон, так скажем, хорошая атмосфера, шутки, шуточки-прибауточки. Эмири после ухода из Спартака выиграл 3 Лиги Европы и 7 трофеев с ПСЖ. Он в книге своей написал, что ты его подсиживал. Он трениришка или все-таки красава, твое мнение? Не-не-не, он очень хороший тренер, который, опять же, доказывал, доказывал каждый год. Почему у него не получилось в России, почему у многих, кстати, не получается в России, но получается в Европе? В чем специфика? Потому что у нас другой у нас менталитет. Даже просто такое общение с футболистами в Европе и в России, оно абсолютно разное. Футболисты по-другому относятся к своей профессии. Даже европейцы, которые приезжают в наш чемпионат или в нашу страну ведут себя по-другому. Здесь нет никакого давления со стороны, только изнутри. Либо этот тренер давление это оказывает, либо больше его нет. То есть ты можешь спокойно выйти на улицу, проиграв 3-0, 4-0, 5-0, поехать на дискотеку. А там как? Ну, там невозможно. Если ты 3-0 проиграл дома, допустим, кому-то ты проиграл, ты вышел на улицу, ты понимаешь, 10 метров спокойно не пройдешь, тебе будет об этом напоминать каждый прохожий, тебе об этом говорить. Я знаю, что тебя звал в свое время вангал в Барселону, это правда? Я, в принципе, даже летел, даже летел из Вига в Барселону. В Мадриде встречались с агентом и в Мадриде позвонили, сказали, что трансфер отменяется. Но, опять же, трансфер отменяется, потому что трансфера не было. Для кого я был свободным агентом, трансфера не было, Деньги никому платить не надо было, значит, там кому-то чего-то не заработает на этом крае. Представь, ты бы в Барсе попылил. Круто? Ну, попылил бы, мне уже 33 года было уже. Кто играл тогда в Барселоне? Перечислить фамилию, кто мог быть моими однокурниками? Тогда как раз-то и была эпоха голландцев. Багарде, Овермарс, Эбур, Клювер, по-моему. Что себе позволял Валерий Карпов? Ну, курить, допустим, я с 19 лет курил. Опять же, курить можно по-разному, много или мало курить. 6-7 сигарет в день. Когда играл, да, выкуривал. Все остальное никаких там. Нарушений режима у меня к месяцу не было. Просто ходили, в одно время слухи ходили в спортаке, что Валерий Карпов нюхает кокаин. Это неправда. В жизни даже не то, что не притронулся никогда. Ты сказал, что в 60 лет, если я не буду вставлять футбол, ты готов закончить теннирскую карьеру? Может и раньше. Может и в 55. Ну, подожди, она десятку лямов заработает. То есть, 5 лет от работы в Ростове я тебя умоляю. Хорошо? Ты пенсионер в Эстонии, у тебя много детей, любимая жена, все круто, дом на берегу моря. Что ты будешь делать здесь? Отдыхать буду, жить, наслаждаться жизнью, воспитывать детей, прогулки, спорт. Любимая жена, как ты сказал, что еще надо? Кстати, про жену, она у тебя учитель эстонского, учитель английского, она поет. Ты говорил, что ты подкаблучник. Самый яркий пример того, что Карпин дома не такой брутальный, а пушистый. То, что нужно или то, что я умею, или то, что могу, там готовить я не умею. Поэтому лучше к плите не подходить, потому что себя нравится, скорее всего. Георгиевич, а как думаешь, нам народ как среагирует на зонт? Ну вот честно. Нормально среагирует на зонт. Вот такой зонт. Сломанный тот, ребят, ну посмотрите, тот сломанный, маленький. А этот яркий, добавил немножко красок. Ух ты, блин. Красава! Вон идут, да? Да, да, да. Сейчас просто все мамы молодые, все домохозяйки обтекут слюной, будут смотреть, я не знаю, сходить с ума, завидовать, что не у них такой прекрасный муж. Потому что сейчас Валерий Георгиевич, короче, покажет мастер-класс. Ты не упошел? Проснулась, да. Георгиевич сейчас переоденет ребенка, поменяет памперсы, сам приготовит еду, сам покормит. Георгиевич, как часто ты это делаешь? Постоянно. То есть каждый день, да? Укола дома, да, каждый день. Где тут сейчас палашка? Палашка, Сочечка. Да, моя сладка. Вернуть, наверное, на палашке. Очень сильно. Пойдем. Пойдем переодеваться. Пойдем переодеваться. Пойдем переодеваться. Пойдем, моя сладка. Да? Ну ты работиже. Где у тебя рушенька, пойдем? Пойдем. Посидеть. Уши собуем, да? Верьция себя, что вообще меня? А, джимпер. Не знаю мучает стоять. И смешать не могу, Адимой University, которые ребята приобрели, Да, я делюсь понимания. Что тут? Давай. Молодец. Пусть. Тоже папе? Да. И мячик еще один папе. Будешь водичку? Нет, не будешь? Окей. А кушать пойдем? Нет. Пойдем. Иди. Вот так. Вот так. Вот так. Игрушечки, да. Как собачка делает? Вау, вау. Вау. Песенки для детей. Вот так. Да. Слушайте, я серьезно вам говорю, сейчас просто все женщины мира завидуют. Но открою вам секрет. Я так тоже делаю. Вау. 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 Единственный случай, когда папа может отвлечься, это рабочие моменты. Нужно организовывать поездку команды на сборы. Ну и, конечно же, Даша сразу недовольна. Да, 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 окей. Интересно, и пройти. Хорошо. Понимаешь, что да. Понимаешь, что да. Ну вот он должен был там все равно со своей работой уволиться. Первые секунды были молодого блогера с камерой в руках. Да, я знаю, да, да. Да, да, я знаю, до 12-го числа, до того времени можно потом все решить. Расскажи, какой Георгиевич в семье. То есть все знают, что в команде он брутал, серьезный, суровый. Какой он в семье? Не брутал, не суровый, но совершенно другой человек. Ну, как и все мы, наверное, часто на работе одни, дома другие. Но он очень заботливый, очень внимательный. Чересчур, может быть, иногда заботливый в отношении ребенка. Но он очень ласковый, на самом деле. То есть смешение называет всякими ласковыми словами. Назови три качества, которые тебя Валерии Карпине раздражают. Первое, наверное, что он слишком требовательный. К себе или к тебе? К себе-то это его личные проблемы. Ну, ко мне, наверное, вот он ходит бурчит, там, это тут не так лежит. И здесь вот не убранное, он такие вещи надо говорит, как... Вот если бы я сейчас уехал, вы бы тут вообще малолям хом поросли, там, хотя у нас дома, как порядок, я, в принципе, тоже люблю порядок. Ну вот, а он... То есть если я люблю порядок, а он любит супер порядок. То есть у меня, конечно, иногда это подбешивает. Потому что я понимаю, что, ну, висит этот халат на крючке, ну, вот он сто лет тут висел, то есть и пусть еще висит. Что еще? Храпит? Слушай, редко, очень редко. Нет, это не проблема. Но бывает, что ест поздно. А, поздно ест? Ну, худой! Ну, ты, конечно, я просто, вот я даже сейчас говорю, езжай уже сейчас на сборы, и я буду приводить себя в порядок. Потому что вот он может тебе позволить есть, там, в одиннадцать вечера поужинать. Я не могу себе такое позволить. Но так как я не спортсменка, из силы воли у меня проблемы, вот. Меня прям вот это бесит, что, понимаешь, я прям хожу и говорю, ты ведьма, говорю, ты вот ешь в одиннадцать, у тебя вот-вот-вот нигде вообще. Не жиренький, да? А я, да. Ты знакома с Карпиным всю жизнь. Он тебя знает с двух месяцев, да? Как такое могло произойти, как вообще, как это может быть? Просто, когда ему было 14 лет, и моя моя была 14 лет, ровесники, он даже старше ее, да, своей тещи на два месяца. То есть это очень близкий друг моей мамы, 14 лет они там, типа, ну, как, знаешь, представь, 14 лет в советское время. Типа встречались, ну, это а-ля там ходили по дворам и один раз были в кино. Успел ее познакомить со своей мамой, вот. И они очень подружились. То есть моя мама с его мамой. То есть он привел к Светлане Анатольевне девочку, с которой он дружил, да, и они так и на всю жизнь стали почему-то подругами. То есть удивительное дело, на самом деле, то есть там тоже у них разница по возрасту. Потом Георгиевич женился, твоя мама вышла замуж, так? Да, сначала моя мама вышла замуж. То есть они общались, он уехал, там, играл в футбол, они, она даже больше общалась вот именно с его мамой. Но моя мама вышла замуж. Родилась я, причем, когда меня уписывали из роддома, так получилось, что Светлана Анатольевна это видела. И она плакала, что вот, ну, как бы, что хорошая такая девочка, и вот не стала невесткой, да, и прошло там 27 лет, и невесткой стала я. Прикольно. Вот, и получается, что всю жизнь они общались, и мы всю жизнь общались, то есть это как бы был друг детства моей мамы. То есть поэтому я, получается, Светлана Анатольевна знаю вот с рождения своего свекраса, да, то есть, ну, и Валерия Георгиевича. Я его дядей Валера называла 25 лет. Подожди, в какой момент ты перестала Георгиевича называть дядю Валера? Ну, когда он уже проявил крайне интересный дядя Валера. Что за безумная история, когда Валерий Карпин сделал тебе предложение, брея свою, слава богу, подмышку. Чтобы, видимо, подстраховаться точно, перед тем, как официально мне сделать предложение с подечком, все дела, он уточнил. То есть это было вот, а-ля, мы стояли, мы куда-то собирались в Москве на какое-то мероприятие, и вот, да, и вот он стоит, такой, а что замуж-то за меня пойдешь? Я говорю, ну, блин. Слушай, это, мне кажется, только Карпин. Это было забавно, но зато мы теперь это всегда вспоминаем, рассказываем, смеемся над этим. Ну, а потом, конечно, нормально было предложение, то есть все было нормально? Да, с колечком, да, на которое я случайно села, там, не заметила, он говорит, что у тебя там что-то есть. Ну, что такое? Вот, а я сижу на коробочке. При наших родителях, причем, и при тех, и при тех. Ага. Получилось такое ощущение. Как вы переживаете поражение Ростова? Какой он дома? Если он бубнит просто так, то после поражения это вообще, как бы, ужас или норм? Нет, ты знаешь, он не бубнит после поражения, ну, потому что ему не до, там, каких-то вещей разбросано, да. Мы очень расстроены, но я тоже, естественно, тоже расстраиваюсь. Вы обсуждаете футбол вместе? Конечно. То есть я, естественно, не лезу к нему ни с котлетами, ни с детьми, ни с чем. Такая атмосфера траура, естественно. Потом проходит ночь, обычно утренняя тренировка на следующий день, то есть они там все это обсуждают. Все более-менее знают, как ведут себя жены футболистов, а как живет жена тренера? Давай вот три пункта, без которых с тренером рядом, без которых не прожить просто реально. Мудрость. Мудрость, так. В первую очередь. И я тоже этому училась. Когда у нас начались отношения, он еще тренировал Армавир, и там был такой как раз тяжелый период. То есть вот они проиграли игру, я, естественно, не там, не в Армавире, я еще работала, здесь, в Эстонии. И понимаешь, вот тот момент, когда вот ты не знаешь, а вот надо писать что? Надо, наоборот, писать что-то вот отмеченное, или надо написать там, я соболезную, как будто кто-то умер, или вообще, может, не надо писать. То есть я реально не понимала, вот как себя вести, вот что надо делать. То есть это тоже приходит потом. После какой-то игры я решила, не буду писать, пусть напишет сам, ну вот как-то так. Он мне даже написал, что почему ты не реагируешь никак, а вдруг я там уже повесился с горя. А я вот, правда, просто не знала, потому что это не такая профессия, где человек ходит на работу, у него все стабильно более-менее психологически. Надо еще понимать, что между женой футболиста и женой тренера очень большая разница. Так же, как и между футболистом и тренером, тренером всегда несет ответственность за всю команду. То есть футболист может даже в матче, который команда проиграла, себя очень хорошо проявить, забить там голы, без ему никаких претензий. Ага, тренер всегда виноват. Не со стороны тренера и так далее. А тренер всегда виноват, соответственно, он приходит домой вот с этим настроением. И если я начну лезть к нему, что я купила не то платье или там котлеты подгорели, а у Даши температура и сопли, то есть, ну, как бы, надо это понимать. Это в первую очередь. Как минимум он скажет ииии. Ты говорила про жен футболистов и жен тренеров, что большая разница. Жены футболистов это отдельная планета. Вспомни какую-нибудь историю, можешь фамилию не называть, где жена футболиста, ну, просто там, вы с Георгиевичем схватили за голову и сказали, блин. Рассказывали другие, условно, жены футболистов про одну жену, которая официанту там говорила, ты сейчас этот салат сам у меня будешь жрать с каким-то там листом. Из-за чего это? Бабки? Если честно, я не думаю, что это бабки. Нет, мне кажется, это, ну, во-первых, точно не достаток ума и воспитания, это в первую очередь. Наверное, это вот этот синдром, когда вот ты был, в общем-то, никем и вдруг резко стал. Ну, знаешь, как говорят, что вот москвичи не ведут себя так, что дверь ногой там и так далее. Что так ведут себя те, кто дорвались и приехали, в основном, да? Георгиевич пел на басском языке, ты тоже поешь. Оцени, как профессионал по пятибалльной системе вокальные данные. По пятибалльной системе полтора. Он говорил, что он подкаблучник. Я тебя поздравляю. Кстати, я тоже подкаблучник, я признаюсь, это очень круто. Мне вообще кажется, что только мужчина, который не подкаблучник, может так про себя сказать, знаешь, в принципе, самая ирония. Я считаю, что она присуща к людям, у которых все нормально с самооценкой. Ну, проведи пример, где он пошел на встречу. Отпуск, любой наш отпуск. Ты же думаешь, что он бы полетел в какую-то Мексику или в Майами, или даже вот дальше Турции, его было бы, в принципе, тяжело вытащить. Это вот, это действительно компромисс, когда я говорю, ну, пожалуйста. Он говорит, да что там делать, что мы там будем, смотри, что это море, это солнце, поехали в Нару. Если бы у нас вот была действительно такая с его стороны диктатура, мы бы каждый отпуск проводили в Нару, вот в этой прекрасной погоде и так далее. У нас нет такого, я сказал, ну и соответственно, я сказала, а у нас тоже нет. Кто круче справляется с детьми? Ты? Он. Он, да? Конечно. Пеленки, кормежка, спать уложить. Да, да, да. Я всегда, а он тоже это будет смотреть, да? Не знаю, кстати, я не уверен, если честно. Если что, я тут перемотаю. Я всегда делаю так, что он все это делает лучше, и поэтому это очень нравится. Ему он это делает, ну пусть он ее укладывает, пеленает, кормит. Я в это время отдыхаю, что плохого? Кстати, походу. Конечно, я могу это сделать точно так же хорошо, но я, естественно, уступаю эту инициативу ему и вообще рада этому. Кстати, Карпин ни разу не смотрел мой канал. Ни разу. Ни одного выпуска. Ну вот видишь, как минимум этот. Но вы посмотрите, обещаете, да? Заставь его. Да, обязательно. Покажи, где горшочек твой. Где горшочек? Вот горшочек, да. Вот горшочек. Сядем на горшочек, да? Помаши ручкой. Как ты ручкой машешь? Пакай, 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 пакай. Хороших снов. Пакай, 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 пакай. Вот так вот, мастер-класс. Красава! Мы выходим, во-первых, в Старый Новый Год. По крайней мере, постараемся это сделать. Ну и сегодня у Георгича последний день отпуска. За Старый Новый Год. А что в Ростов-то пожелаем? Давай тогда за Ростов? За Ростов только удачи. Удачи и здоровья. Все, хорошо. Георгич, ты точно не знаешь эстонский язык? Нет. Мама, подтвердите. Ну, может, пекаря, если только разговаривает. Не знаю. Думаю, что нет. Короче, у нас родилась идея сейчас за столом зарубиться в ново-новогоднего эстонского футбольного крокодила. Мы друг другу будем загадывать слова с Георгиевичем. Даша будет объяснять каждому из нас то слово, которое он не знает. И говорить на эстонском, да? Не понимаешь? Нет. Кто проигрывает, Георгич? Что делаем? Ты пойдешь купаться. Куда? В море. А почему я? А если ты проиграешь? Почему? Ну, потому что. Потому что ты всегда проигрываешь. Только футбольные слова и даем минуту, да? У каждого по минуте. Давай, поехали. Подожди, подожди, сейчас за секун. Подожди, подожди, стоп. Давай, минута есть. Ты показывай, показывай, чтобы он понимал. А, йоксэппаллига. Говори. Ага, тейне, тейне тулеп... Бежит за спиной, его догоняет. Сфалил? Сфалил сзади? Сфалил сзади? Конкретно. Немоди, я лагер не емоди. В подкате выбил мяч? Или в подкате сбил? Сзади. Подкат сзади. Да, слушай, нифига, прикольно, а? Так, 1-0 пока. Слушай, ну купаться. А холдно там, да? Давай, жми, поехали, да, пошли. Давай. Что такое пали? А попал в ворота, попал в ворота, мяч. Аплодисменты. Не засчитали, да, не засчитали гол. Микс, микс. Не засчитали гол. Микс. А что такое микс? Микс. 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 А почему не засчитали гол? Микс, микс, микс. Йон, йон, йон. А-а-а. Оффсайд? Я. Оффсайд, да? А ты дай, Витюля, 1-1, интересно. А микс это что такое? Почему? А кто вообще по-эстонски говорит, кроме тебя в семье? Никого. Никого никто не говорит. Я свой любимый термин написал. Раз, два, три, поехали. Тоймок. Две команды? Одна заплатила. Деньги. Мы не знаем сдачи игры. Сдал игру. Один. Так, 30 сек. Укс сына. Не понимаю, что это? Один? Что один? Сына, сына. Укс сына. Договорной матч? Договорной матч, он как сына. Договорной матч, а что еще? Укс сына, митя какс. Укс сына. Так что прием здесь два-то? Договорной матч. Укс какс. Укс. Счет. 0-0. Один стол. Все. Два слова, я тебе показываю. Договорной матч это два слова, надо одно слово. Договорняк-то работает, а? Это одно и то же. Нет, все у нас по-честному, это YouTube, здесь договорняка нет. Засчитываем ему или нет? Договорная матч? Ну, в принципе, договорная матч это есть, договорная. Да. Договорняк это вообще слэнг. Это слэнг, согласен. Все, ладно, засчитываем. Защитываем карпину. Это нормальные люди так говорят. Поехали. Стандартное положение. Стандартное положение, да. Стандартное положение, кто-то хватает кого-то. Что? Толкается нарушение правил на стандартном положении. Нет? Стандартное положение. Стандартное положение. Что такое кайтсмин? Что это, стреляет кто-то? Ведет кто-то кого-то? Как стреляет? Оборона. Оборона. Как сына? Оборона. Смена направлений. Из обороны в атаку. Стандарт и выход со стандартного положения. Кайтсмин он сегамини. Что это такое, мяч катится? Сегамини. Время кончилось. Прошла минута. Смешанная оборона. Смешанная оборона. Некоторые в зону, она тебе объясняла, в зоне, а некоторые по игрокам играют персонально. Ты сам-то хоть знаешь, что такое смешанная оборона? Даш, давай, держи. Погнали! Тоймуп атаку. Командат таковы? Игроки на чужом плане поля. Все. В штрафной. Атакуют на фланга. По центру атакуют. Атака? Футболисты атакуют. Да, если надо, то он вага киргем альтасамель. Высокие футболисты? Ну, если мы национальные лиги, а не дай алк пало. Высокие. Высоко атакуют? Ну, в тест моде. Или смешанное. Высоко атакуют. 10 секунд, давай. Прострел, подача. Высокая атака. Гол, головой. Гол, л, 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 л. Ребята, у нас 1-1. Высокий прессинг, высокий прессинг. Высокий прессинг — это обороны. Разлад, разлад в коллективе. Пошел, разлад. А кто это, кто это сказал ей, что это атака? Нет, нет, ничего. Нет, она, ну извини. А она сама поделась? Да, я неправильно сама поделась. Извини, извини, вот так 1-1 у нас по неправильным ответам и финальный раунд. Плавающий январьский Карпин, а? Короче, ребят, у нас финальный раунд. Я не плыву по-любому. Почему ты не плывешь? Потому что это счет 2-2. Ну, 2-2. И бы я выигрывал, либо ничья. Почему? Ну, вот так вот с ним играть. В смысле? Ну, а как? Юрий, да что ты переживаешь? Я не переживаю. Скатаем ничью и все, и пойдем вместе купаться, кстати. Здорово. За ручку возьмемся, зонтик вот возьмем наш. Папе давай, давай папе, да. Здорово. Вот это я вообще не понимаю, что такое. Вот именно, вот именно. Нет, ну ты вообще не понимаешь, что это? Ну, я знаю этот термин. Услышал точно. Слышал точно. Поехали, минута, пошли. Показывай что-нибудь, показывай. Это кайцмена, кайцмена, кайцмена. Защитник, защитник, защитник. Кайцмена, я. Да. Идут, идут, защита идет. Перемещение, перемещение защитников. Тактика. Перемещение защитников. Цель есть, и они из слева вправо переходят. Что такое? Что такое УПС? Ростов. 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 Тактическое перемещение. Тактика. Краснодар. Смешанная атака. Смешанная атака. Смешанная атака. Бля, 20 секунд. Аааа. Тихо. Выход из обороны в атаку. Быстрая атака. 10 секунд быстрее. Они туда-сюда, туда-сюда. Да тихо. Капец. Капец. Туда-сюда, туда-сюда, подожди. Победа. Подожди, тихо. Победа. Я не знаю, туда-сюда. Победа. Ес. Ну, что это было? Контрпрессинг. Какой контрпрессинг? Ты издеваешься, что ли, надо мной? Бля, он меня задушил этим. Я прессингуешь, ты сразу отобрал, бля. У тебя сразу его опять отобрали. Контрпрессинг. Я буду смотреть, слышишь, за твоим контрпрессингом всю весну. Женя так никогда не делал. Он никого. Я никогда не делал. А что получается? Получается, что вам плыть. Получается, что вам надо плыть, я в горе. Холдно. Холдно, очень холодно. Так, ладно, погнали. Пошли, Георгиевич, ты хоть снимешь это дело. Каждый выпуск мы разыграем футболку наших героев. Вот твоя футболка, соседат, все дела. Крутяк, карпан, 24. Нужно придумать какое-то задание для наших подписчиков. Какой-то вопрос. Либо, может быть, чтобы они тебе задали вопрос. Опять же, футболка связана. Я никогда не менялся ни с кем футболками, если у меня не просили сами. Но с кем бы я поменялся в мировом футболе? С кем бы я поменялся в футболку? Или кого бы я попросил поменяться? Да ладно, реально бы попросил. Реально попросил бы. Есть один-единственный человек в мировом футболе, кого бы ты попросил. Да. Фамилии в комментарии, Валерий Георгиевич посмотрит. Я надеюсь, первое видео на моем канале, которое он посмотрит, это видео будет с самим собой. И с его прекрасной семьей. И тот получит эту вот крутую футболку, на которой мы сейчас поставим автограф. Валерий, контрпрессинг карты. Да ладно, закачу. Так. Ребят, только пожалуйста, у нас была короче инцидент небольшой, у нас футболку Хави подписывал. Ее потом чувак выиграл и продавал на Авито или где-то там, я не знаю. Ребята, вот эту красоту, пожалуйста, не продавайте, ладно? Я надеюсь, ее заберет тот, кому она реально нужна. Георгиевич, спасибо большое. Все, давай, плавай, плавай. А, все. Блин, я ему зубы заговариваю. Я ему все зубы заговариваю, он не ведется. Так что я пошел плавать нырять. Когда купальный сезон открываете обычно? Я вообще здесь открываю в июле максимум. Да мне тебя жалко сейчас. Да? Да. Даже мне тебя жалко. Вот так начинается 2020 год. Сейчас, мне кажется, девушки в шоке будут. Да ладно, ты морж. Контрпрессинг? Да. Ребята, а вы знаете, что такое контрпрессинг? Нет. Все нормальные люди не знают, что такое контрпрессинг. Я же долго думал. Ё-моё. Главное, паузу в выпусках не взять потом. Я думаю, что больше выпусков не будет у тебя. Я забегаю. И плывешь до Финляндии. Нет, подожди, на, снимай. Я с разбега херану. Давай, я даже подержу, если выплывешь. В шапке будешь ты? Да нет, в шапке тебе есть. Давай, давай. Давай, пошел, пошел. Пошел. Вот. 0 градусов на улице. Все, пошло. Ну все, я думаю, что где-то этот блогер ваш всплывет как это вещество. Где-нибудь там под Хельсинки, я думаю, будет всплывать. Поэтому канала Красава больше, я думаю, что не будет. Будет канал Корсава. Так что на него подписывайтесь, его смотрите. Ставьте свои там, что вы там ставите. Просмотры, лайки, я не знаю там. Ну вот это всякая хрень. Вот. Всех с Новым Годом. Поздравляю. Болеем за Ростов. Ростов чемпион. А Красавы больше не будет. Не Красава будет, ребята. Все, круто. Всем пока. Красава. 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 Красава.